Минута в минуту. Радио. Болтком. Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18 часов. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работать в прямом эфире. И сейчас у нас на прямой связи, посредством зума, руководитель и владелец СИА «Экобазы» Мариус Кубелюс. Мариус, добрый день. Добрый день. Да, вот буквально на днях в Латвии с Авиезой не только мы прочли вот вашу статью или свое такое вот, может быть, предупреждение, даже такой крик о помощи о той ситуации, которая может сложиться вокруг магазинов. И это и торговые центры большие, и не только, что там могут образоваться свалки мусора. Вот из-за решения Министерства среды и регионального развития применить регулу Европейского Союза. Объясните, что все-таки происходит, и почему вот до сих пор все-таки такой проблемы не было, и сейчас она вдруг возникла. Ну, вся история началась с этого, что в прошлом году, если я хорошо помню, в месяце марта Министерство окружающей среды высылало письма для всех юридических компаний, маленьких магазинов, в том числе и больших магазинов, торговых центрах, других промышленных компаний. И смысл этих письм было то, что там было написано, что вторсырье, в том числе упаковка, как бумага, как полиэтилен, металл и другие вторичные материалы, в том числе упаковка, может быть отдана только для тех компаний, которые имеют контракт с местными муниципалитетами, это самоуправление. Да. А поскольку, значит, ситуация такая, что такие контракты имеются только с теми компаниями, которые вывозят бытовые отходы из территории самоуправления, так что получается ситуация, что такие вторичные отходы могут быть отданы только для тех компаний. Это сразу ограничает, как бы, рынок, конкуренцию. И, значит, остается только один или две или три компании, которые могут... Ну, примерно, как в Риге, да. Да, вот как в Риге. В Риге может три компании только это принимать. Значит, это очень ограничает рынок. А эти компании вообще способны справиться вот с таким объемом, потому что им действительно надо бы вывозить эти бытовые отходы, то есть те отходы, которые вот в этих контейнерах, так чтобы людям было понятно возле жилых домов, индивидуальных домов и многоквартирных. Знаете, это очень хороший вопрос. Способны ли они сейчас? Я думаю, что нет, потому что объемы этих вторичных материалов, они очень большие. И рынок был... Это был же свободный рынок. И таких компаний, как наша компания, есть не одна. И, значит, в этом бизнесе участвует очень много техники, большие контейнера, пресс-контейнера, машины, значит, сортировочные линии, значит, пресса и так далее. И чтобы в один день эти компании были бы готовы сразу обслуживать все эти клиенты, которые сейчас обслуживаются нами, я думаю, это невозможно. Это надо... Нужны и большие финансические средства, и время для подготовки. Но на сегодняшний день я очень-очень сомневаюсь, что они готовы. Да, вот вы мне объясните, я все-таки не понимаю логики. Нам все время говорили, в том числе, не знаю, совет по конкуренции, что конкуренция – это вот благо, это вообще буквально святое понятие. И мы знаем, сколько было споров и судебных, и политических вокруг вот того, как поделить Ригу справедливо, чтобы на основе свободной конкуренции для вывоза бытового мусора. Теперь получается из того, что вы сказали, что министерство говорит о том, чем меньше конкуренции, тем лучше. Я что-то не понимаю. Так вот, мы тоже так не понимаем, потому что как бы во всей Европе, если там далеко не смотреть Литва, Эстония, вот я хотел спросить у вас, да. У Польши нет такой страны, где, значит, у изготовителя отходов в этом, значит, вот сейчас речь идет о вторичных отходах, нет такого запрещения, что, значит, ему запрещается продавать эти вторичные материалы на свободном рынке. Конечно, закупать такие материалы может только те компании, которые имеют все разрешения, категории и так далее, но это как бы свободный рынок, где существует правило конкуренции, и, значит, за вторь сырье, в том числе и упаковки, платятся деньги, и, конечно, большие деньги. Почему это стало сейчас так актуально, это хороший вопрос, но это все отражается с мировыми тенденциями, и сейчас объясню, почему. А потому что, значит, с связи с пандемией начало падать сбор вторичных материалов, и, значит, в мире сейчас не хватает сырья, и как бы цены за вторичные материалы пошли, ну, как бы стали очень значительно разами, значит, дороже. Как бы я понимаю, для больших игроков, как бы для тех компаний, которые имеют эти контракты с самоуправлениями, это стало очень интересно, почему бы не забрать и этот кусок, как бы, рынка. Бизнеса, рынка. Так что, почему Министерство окружающей среды поддерживает возможную монополию, которая вот случится в случае того, что если так и пройдет этот закон, это только, ну, подозревание каких-то связей коррупционных. У меня больше других объяснений, ну, я не могу найти. Да, ну, мы к этому еще вернемся, но так чуть-чуть, если отмотаем, что называется, пленку назад, вот чуть-чуть поясните нашим радиослушателям, не все, естественно, из них юристы и понимают вот последовательность, вот есть компания, ну, к примеру, не знаю, ваша, Экобаза, да? Наверное, вы ведь не сами пришли, я сейчас утрирую, в магазинную сеть или вот к торговым сетям и сказали, слушайте, здесь у вас мусор валяется, давайте мы подберем. Понятно, что, видимо, это был, есть контракт, то есть есть договор обязывающий, вы, наверное, вложили какие-то, естественно, средства в получение всех лицензий, в том, чтобы это все транспортировать, не знаю, утилизировать, перерабатывать, то есть это же, я так понимаю, длительный процесс, это же не за один день делается. Конечно, конечно, так и происходит, на сегодняшний день как бы те отходы, которые не похожи и не являются бытовым отходом, значит, все юридические лица, они как бы могли заключать контракты свободно на рынке с компаниями, такими, например, как Экобаза Латвия, те, которые имеют все разрешения, все разрешения, выданные как бы той же самой структуре Министерства окружающей среды, и как бы там, в этих контрактах мы договаривались с торговыми центрами, магазинами, другими юридическими лицами или заводами, что мы будем их обслуживать, поставим контейнера, пресс-контейнера, значит, и будем их обслуживать, собирать постоянно эти вторичные материалы, как бумага, как полиэтилен и так далее, и будем им платить за это деньги. На сегодняшний день по позиции Министерства окружающей среды такие контракты может быть, даже не может существовать, потому что компания, как эко-база Латвия, не имеют договора о вывезе отходов из региона, из территории самоуправления. Вот тогда чуть-чуть поясните, может быть, с одной стороны это кажется простой вопрос, но с другой стороны, может быть, нет. Все-таки, ну вот бытовые отходы, как мы понимаем, ведь они могут быть разные, в конце концов, и у жителей могут быть в качестве бытовых отходов, там, не знаю, бумага, в которой продукты заворачивались, или даже если они купили большую партию какой-нибудь ящик от бананов, это ведь не только в магазине, или все-таки в магазине это более специфические отходы, чуть-чуть поясните. Нет, это вообще те же самые вторичные материалы, только понимаете, на сегодняшний день, если мы говорим о жителе, так они должны сортировать отходы, и те отходы, которые бытовые отходы, они выбрасывают на контейнера бытовых отходов, а те вторичные материалы, как бумага, как полиэтилен, стекло, металл и так далее, они могут либо выбросить на контейнерную сортировочную систему, которую должна самоуправление с оператором предоставить, либо он имеет право эти вторичные отходы продавать тем компаниям, которые их скупают, например, они могут нам привезти на нашу компанию, и мы их скупим, и это право конституции человека как бы выбрать, как он может обращаться с отходами, которые имеют положительную стоимость, если он хочет выбросить бесплатно отсортированные отходы, он выбрасывает на контейнерную систему, если он хочет продавать, он может продавать, и сегодня, что хочет сделать Министерство окружающей среды, она хочет лишить права человека или другого, или юридического лица продать свой вторсерье тем компаниям, которые имеют все права и разрешение это делать. Но это же ограничение рынка, мягко говоря. Это да. Так, буквально на пальцах, так, чтобы всем было понятно, значит, не знаю, там, торговая сеть, ну, не знаю, там, Риме, к примеру, да, оно решило, что она продает свои вот отходы, не знаю, вашей компании или там компании X, вашему конкуренту. Теперь министерство говорит о том, что нельзя, то есть на свободном рынке, в свободной стране нельзя. Нельзя. И, значит, так и есть, значит, нельзя продавать, а надо отдавать той компании, которая, как бы, имеет право вывозить бытовые отходы. И вы понимаете, проблема в том, что еще они должны отдавать это бесплатно, потому что, значит, операторы, которые выиграли тендер на вывоз отходов, бытовых отходов в территории самоуправления, они, значит, вывозят бытовые отходы за, значит, в тендере указанной цены за вывоз, а вторичные материалы они забирают бесплатно. Это значит, если торговый центр или магазин получал за тонну, например, на сегодняшний день 100 евро за тонну, так на сегодня, по этой новой системе они ничего не будут получать. И эти деньги пропадают. Эти деньги пропадают. И, значит, что от этого? От этого будет так, что смысл сортировки упаковки и вторичных материалов при нулевой цене вообще пропадает. и не будет мотивации сортировать отходов и вторичных материалов их отдавать как бы на переработку. Вот я так понимаю, что есть опасность, что этот мусор или эти отходы не будут вывозиться и они что, будут где скапливаться? Прямо возле торговых центров? Я так понимаю, есть такая опасность? Это очень, очень большая вероятность, потому что, как я объяснял, значит, когда пропадает мотивация сортировать отходы, они, значит, то вторсерье, которое могло бы было отсортировано и продано на свободном рынке, она сейчас появится в контейнерах бытовых отходов. И вы даже не представляете, насколько это большие значит, объемы этих отходов. Я так могу сказать, что средняя максимума, например, она там трех иксов или двух иксов, она скапливает от 10 до 20 тонн бумаги значит, в месяц. Вы представьте, значит, как бы человек может представить себе, сколько весит одна тонна, сколько кубических метров бумаги надо собрать, чтобы это была одна тонна. и чтобы вывести такие количества отходов в течение дня, я вам скажу, надо поставить много контейнеров и их обслуживать 3-4 раза в день минимум. Это же нереально. Это вообще нереально, и как бы я уже не говорю о эффективности системы, что будет машина ехать много раз обслуживать магазин СО2 и так далее. Но я думаю, все закончится тем, что будет большие горы вокруг таких магазинов, вокруг других юридических лиц. как бы и возможность пожаров и как мы можем говорить о каких-то нормах гигиены. Значит, вы сказали, что 10-20 тонн даже небольшой магазин Максима, а если Максима большой, вот это 4Х, даже сложно себе представить. Там количество может быть и 2 раза больше. То есть 40 тонн может быть? Да. Это ужас. Да. Вот хотел задать такой вопрос, он уже вытекает из того, что вы сказали. То есть я правильно понимаю, ну вот не знаю, магазин Максима, раз уж мы о нем заговорили, в Литве и в Эстонии может на свободном рынке в соответствии с договорами продавать свои вторичные отходы, а такая же Максима в Риге, условно говоря, не может. Я правильно понимаю? Вы очень правильно понимаете. Я вам скажу, что я Европе не знаю такой страны, где значит производитель вторичных материалов не может это продавать на свободном рынке. Латвия будет первый экземпляр такого, если это случится, это будет первый экземпляр во всем Европейском Союзе. Да, давайте все-таки вернемся, об этом нельзя не сказать таким юридическим вопросом. Ну вот, мы уже сказали, что, например, у вас есть соответствующие договора, то есть есть обязательства со стороны магазинов, я простым языком говорю, и у вас есть свои обязательства. Вас вот Министерство среды, не знаю, заранее уведомило, что теперь ваш бизнес условно-таки закончен, да, собирайте вещи, разрывайте договор, до свидания, да, вот как это чисто юридически происходит, потому что я могу себе представить, что это же много компаний, которым одно прекрасное утро говорят о том, что, ну, в принципе, все, мы у вас бизнес совершенно законный, насколько я понимаю, прекращаем. Я правильно понял? Вы очень правильно понимаете, и как бы с некоторыми компаниями, с которыми мы работаем, значит, они нам говорят, вот показывают такие письма от министерства и говорят, что извините, но как бы мы с такой позиции министерства окружающей среды не хотим воевать, и как бы мы делаем бизнес в территории Латвии, как бы не хотим судиться с государством, и как бы извините, мы эту пилюлю проглотим, и как бы А вы свободны, да. Вы свободны, да. Это значит, что все сделанные инвестиции, как бы надо будет продавать машины, контейнеры, отпускать людей, как бы увольнять просто. Да, да, мы же все равно немаленькие работодатели, и как бы вы как и говорите, этому бизнесу до свидания. Да, это что-то удивительное. Ну, хорошо, вот министерство среды регионального развития, я так понимаю, говорит, что мы же не просто так придумали, потому что нам делать нечего. Есть директива Европейского Союза, я так понимаю, что судя по его номеру, если я не прав, вы меня поправите, там 20.08-98, 20.08, она указывает, что чуть ли директива была не принята в 2008 году, и вот, наконец, мы решили все-таки выполнить требования Европейского Союза. Слушайте, да, это аргументы министерства, да, директива, да, она была принята в том году, и как бы директива действует для всех стран Европы, да, и как бы по системе законодательства Европейского Союза все страны должны перенести регуляции и директивы на свою систему, законодательственную систему, и как бы так, как она как бы переносит это, это как бы право каждой страны, но все должно остаться все равно в рамках директивы. Да. И проблема в том, что значит, в латышском, несколько лет тому назад в латышском, в латышской версии переноса вот этого, этой директивы появилась тонкая линия значит, в дефиниции бытовых отходов. Значит, вот несколько лет тому назад, когда эти изменения были приняты, там и осталось такое понимание, что те бытовые отходы, которые появляются у жителей, в том числе отсортированные отдельно значит, вторичные материалы, которые выбрасываются на систему сортировки, контейнерную систему сортировки. Это как бы является прерогатива порядкования для самоуправления. А все другие отходы, как бы например, коммерческие отходы, коммерческие как бы упаковочные отходы, строительные отходы и так далее, по пониманию по умольчанию было понято, что это можно собирать и порядковать на свободном рынке, где происходит конкуренция. Как бы то, что случилось в прошлом году с трактированием министерства, они сказали, что упаковка и вторсерье от торговых центров маленьких и других юридических лиц, они являются по трактировке бытовыми отходами. Вот проблема вся, что в законе это тонкая линия, это как бы объект разного трактирования. да. Вот я хотел спросить, так вот в очередности пойдем, что касается самоуправлений, известна ли вам реакция самоуправления, охотно ли они готовы выполнить это, ну, не знаю, там, Рижская дума, Венспирское самоуправление, там, Юрмальское, что они говорят, что им все равно, пускай теперь собирают тогда вот те компании, которые выиграли у них тендер на вывоз бытовых отходов, или все-таки они понимают, что это не совсем правильно? Я понимаю, да, это не совсем правильно, и как бы я, как бы, либо лоббинг очень хорошо действует, либо самоуправление чуть не понимает, на какой риск, на какие проблемы с этими решениями они, как бы, может люди и как бы окружающие среда самоуправления может попасть на очень большой риск, о которых мы уже говорили, как бы, и я думаю, что они просто не понимают, какой риск и последствия может быть, если вот такое трактирование закона и останется. Все-таки вы, как предприниматели, у вас есть, ну вот сейчас я попытаюсь перевести с латышского на русский, есть такой термин «тесископали» либо, ну что-то, не знаю, правовая определенность или правовая предсказуемость, да, вот теперь получается, что вы, когда строили, вы или там ваши коллеги по бизнесу, конкуренты строили бизнес, понятно, что многие брали кредиты на покупку машин, там, прессов, ну то есть это же большие расходы, это сотни тысяч, теперь вам говорят, что, ну, условно говоря, бизнес с вас, ну, завтра условно закончится, всем спасибо, до свидания, а кто будет, у вас же есть обязательства, к примеру, перед кредиторами, вы уже про работников сказали, налоги и так далее, так далее, что остается теперь судиться, что вообще говорит Министерство среды и регионального развития, есть ли диалог с вами, готовы ли они к каким-то компромиссам, каким-то, не знаю, обсуждению разных вариантов? Вот, вот этот вопрос я даже не представляю, как бы, что ответить, ну, конечно, я представляю, но все вы очень правильно сказали, как бы, как и я рассказывал, да, надо будет продавать оборудование, надо будет людей как бы, увольнять, закрывать бизнес, поэтому, что мы хотим, мы хотим, ну, и будем стучиться во все возможные двери, где, ну, как бы, может нас услышать, да, мы готовы, как бы, и уже параллельно подготовляем жалобу на Европейскую комиссию, чтобы они пересмотрели позицию, как бы, министерства окружающей среды, всегда остается, ну, не хочется судиться с государством, поэтому, как бы, вот, делаем все шаги, чтобы нас услышали, но в конечном, в конечном результате, да, как бы, если не останется ничего, надо будет начинать и судебные процессы. Когда этот весь процесс может быть запущен? Что написало министерство? С 1 января? Когда вот у вас... Да, это все, как бы, начнется с 1 января, и, понимаете, вот, на сегодняшний день, как бы, это, как бы, это предупреждение, и в этом году, как бы, еще все работает, как бы, по системе, как мы тогда работали. этого года, да. С 1 января, я понимаю, что, если так и будет, появятся прямые, уже, как бы, последствия, прямые, уже, потери, и вот тогда, как бы, эти все процессы судебные может и, как бы, уже существует, ну, существится, потому что уже есть объект ущерба. Да, тогда, может, последний вопрос, что это вот для жителей, потому что кто-то может сказать, ну, это вот разборки между министерством, бизнесом торговцев, и вот теми фирмами, которые вот до сих пор занимались вот вывозом и переработкой этого, этих отходов, да, вот, жителям Латвии, это специфическая тема, большинство жителей Латвии, это не касается. Я так понимаю, что все-таки касается, да? Да, вы очень правы, как бы, касается, и очень касается. Мы уже обсудили, значит, момент, где жителю это может быть как бы неудобно, когда горы вокруг, значит, магазинов и других юридических лиц отходов бегают, крысы, коты и так далее, возможные пожары. Да, это мы как бы уже обсудили, но самый главный момент, надо понимать то, что все как бы доходы, которые на сегодняшний день получались, были получены от продажи вторичных материалов, это же была, как бы, были доходов тех же самых магазинов, маленьких, больших, юридических лиц, и это был один из источников доходов. А в экономике же как бы нету как бы приключений, как бы, везде есть экономика, и если эти доходы будут не получены, и они останутся в карманах у больших как бы игроков, монополистов, все будет отражаться просто на цену продуктов, на цену услуг, это очередной... То есть потребители заплатят за все это, да? Я так понимаю. В конечном, как бы, в конечном результате очередной граждан Латвии будет за это заплатить, и все, это очередной момент подорожания услуги продуктов. Да. Ну что ж, остается совсем не так много времени для того, чтобы все-таки прийти к взаимопониманию. Я так понимаю, что вы все-таки продолжаете, как вы сказали, стучаться в двери и в надежде, что вас услышат. Тем более, я так понимаю, что ни в соседних странах, не будем говорить обо всем мире, ни в Литве, ни в Эстонии, ни в Польше, как вы сказали, такого нет, и вряд ли с 1 января планируется. Так я понимаю? Нет, не планироваться, и поверьте мне, я как бы участвую очень сильно в законодательстве, через, значит, ассоциацию коммунальных предприятий в Литве, и нету, и не будет такой директивы, в Европейском Союзе, где будет сказано, что сделайте монополию и как бы закройте свободный рынок, где можно продавать вторичные материалы, в том числе и упаковку. То есть мы можем стать белыми все-таки, да? Не только по ковиду, да? Да. Так получается. Да, ну что ж, будем надеяться, все-таки этого не произойдет, потому что я понимаю, что вы тоже пытаетесь сохранить оптимизм, на самом деле ситуация, конечно, достаточно драматическая, может быть, и действительно это поразительно, если мы говорим о конкуренции как здоровом элементе, и сейчас сами хотим эту конкуренцию сузить, насколько это возможно, но это, конечно, странно. Спасибо большое, тоже будем следить за развитием событий, и Мариус Кубелюс был на прямой связи, руководитель и владелец СИЭКО-базы. Большое спасибо. День в день. Час.